Ребята, что рисуем, батя? Можно посмотреть? Ну, уже пятый спрашивает, он как-то особенно не запрещает. Я не могу же запретить. Правильно. А вы любитель художника или занимаетесь? Нарисовать партнер сможете? Могу. Вот все хотим с семьей нарисоваться. А что, вас фотографии не устраивает? Фотографии? Ну нет, устраивает, почему нет просто. Фотографии, это фотографии. А, картина, картина. Так все-таки картина должна быть? Ну, типа того, маслом. Красиво, да? А я не знаю, видите, у нас с вами... Я не знаю, понятие красиво может с вами не совпадать. Да. Потому что вот то, что многим нравится, называют красиво, мне, например, не нравится. А вот у вас, я смотрю, работа. Как такие работы называются? В чем прикол? Вроде мы просто так вот накидано все так. Не выведем, обожем, ничего. А вот в этом и прикол. Вот этого многие не понимают. Вот я и смотрю, я первый раз такое вижу. Люди, видите, в чем дело, они подсознательно чувствуют, что здесь, как вы говорите, прикол. А вот здесь... А понять его не могут. А объяснить не могут. Могу я объяснить. Ну, собственно, это достаточно долго. Пять лет приходится в институте объяснять людям. И то не все понимают, в чем прикол. Но если очень коротко сказать, то прикол в том, что искусство отличается от неискусства тем, что здесь я делаю все совершенно иначе, чем есть на самом деле. Вот так вот. То есть нет смысла рисовать точно так же, как есть, да? Для этого есть фотоаппарат. Вот. Взял фотоаппарат и сфотографировал. Вот. И все. А я делаю только так, как делаю именно я. Вот так вот уже не сделает никто. Почему это нравится? А потому что я внутри вот этого самого листочка, уже не глядя туда, нахожу собственные сочетания. Пятен, длинный, цвета. Которые привлекают, да? Вот. И я создаю новую гармоническую систему. И эта новая гармоническая система сочетания пятен, длинный, цвета, она уже без разницы. Ее можно, говорят, ногами перевернуть. Ее подойдут китайцы, посмотрят, они вот не знали этого места вообще даже. А они у меня эту работу покупают. Да? Потому что они понимают, что здесь найдены ответы на очень многие решения, которые простому человеку как бы никогда в жизни и не стоят. А человеку, у которого, ну, как бы вот это эстетическое образование развито, ну, или подсознательно будет чувствовать все-таки, они понимают, что они, глядя на это, сами становятся как гармоничные, что ли. Ну, как музыка, собственно, то же самое. Вот. Нормальную, когда слушаешь, то человек действительно преображается, становится самым. Но она влияет на него, конечно. Вот. Вот именно. Точно так же, как музыка, на него влияют вот эти цветовые пятна. Вот. Это можно набросать и сделать очень... Ну, я делаю эскиз. Это не окончательная работа. Я просто сижу и получаю сам собственное удовольствие. Я тренируюсь. Это как вот для спортсмена тренирую. Для того, чтобы не потерять, как бы, вот эту способность. Вот у человека есть развитые с детства качества, например, да. Вот. Видели шахматисты, они иногда решают задачки шахматные, да. Они не только играют, они еще шахматные задачи решают. Ну, или математики, которые любят математику, они просто садятся дома. Не для кого там, не на экзамен же, да. Но решают эту шахматную задачу. Потому что у них мозги требуют, чтобы... И он от этого сам получает... Ну, не то, чтобы удовольствие. Удовольствие – это не то. Потребность своя. Потребность, совершенно верно. Как вот человек, у которого мышцы развиты, да. У него потребность двигаться, прыгать, шевелиться. А у меня потребность вот создавать эти вещи. И я никогда не озадачиваюсь, там, например, будут это хвалить, не будут. Будут это покупать, не будут. Мне кофиг. Я вот сижу... Особенно дети это понимают. Они вот подходят, начинают когда наблюдать за тем, как вот это все рисуется, да. И они кайф ловят, как они говорят там, да. Они понимают, что вот сочетание... Ну, это же я задачу-то решаю, я ее не всегда решаю. Я часто ошибаюсь. То есть, ну, я возьму его и выкину его. Собственно, я могу его взять в доме и кинуть. И... Ну, я... 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 Я потренировался, лучше говоря. Но иногда от этой тренировки людям становится полезно и приятно. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Плохое такое времяпровождение, конечно. Время... Ну, молодец, правильно сказал. Это когда делать нечего, времяпровождение. Ну, вот глядя на ваш рисунок, да. Вот. А для меня это жизнь. Глядя на ваш рисунок, можно первоначально подумать, что это рисунок ребенка. Вот обычно, знаете, дети как рисуют, да. Вот. Они просто кисточками там бам-бам. У них большие такие гаммы там разные, да. Но когда начинаешь присматриваться, понимаешь, что это рисунок не ребенка, например, да. Много чего выделил, намного на что обратил внимание. То есть рисунок не детский. Я первый раз вот такие работы вижу просто. Я так, не особо этим искусством, конечно, не скажу, что я там слишком понимаю, или разбираюсь, или интересуюсь. Но вот подошел я просто хотел, говорю, узнать, может рисуете. Воспользуюсь этим. Смотреть, конечно, нравится. И мне понравилось, как это все делается. Так. Вот. И вот. И вот. 对